Здравствуйте, дорогие друзья! У нас премьер-лига, второй матч Крядул, сумское землячество против дизайна фасада. Было усиление у фасада, они заявили дополнительно игроков, вот, для того, чтобы чуть комфортнее себя чувствовать. Но вот трудности с голкипером, как мы видим, присутствуют до сих пор. Хотя не скажется, что сумчане любят издали пробивать, они скорее доигрывают свои моменты до верного. Сегодня нет Кузько Виталия, но есть шесть футболистов у земляков против восьми футболистов команды дизайн фасад по составу. Ну а в целом прогнозы у нас такие, что, наверное, все-таки сумчане являются фаворитами этой встречи. Даже учитывая, что их всего шесть. Ну, посмотрим, как будут результаты с подъем в матче. Не думаю, что дизайн фасад простой соперник. И в предыдущем туре, ну, не по-справжньому, поборолися за более гидный для себя результат. И не дали легкости игры своим соперникам. Сегодня, вот, до речи, есть Цибенко, но нет, как раз Леонидов. Может, по черзе вы решили играть? Прикрывать спины друг друга, да, как говорится. Ну, есть Кулик Александр, он тоже будет усиливать Игору в любом случае. Таллаев. Ну, так далее, назад, Цибенко. Таллаев. Минум, до речи, замену у земляків, и насправді, думаю, это позначится на грани, рано или поздно. Так что им нужно попробовать все решить, как омога ранее. Кулик на Цибенко. Я бы еще и отметил, что Уланович снова повернулся до складу дизайн-фасаду досить давно. Мы его уже не видели. И вот сегодня снова помогает команда. Кулик на Цибенко. Через центр, и отроза ждали, пробуют разогнати атаку. Не спрацьовывает. Бородьба. Ну, и не включается. Там Селюк, я так понимаю, на Таллаево. Відписывал, зрештою, Цибенко. Да есть, это лишний мяч угры. Друговоз. Цикавый пас. Ну и что, но переграти Бойко не удалось. Друговоз, но главом играет на 6К Николай. Полищук. Через центр, Цибенко. Друговоз, но это сейчас контроль. Сумское землянство. Огодизайн, но, как на меня, то ставку робить на мобильность. И на максимально швидкіснее перемещение. Чесюк. Продается продавить там каким-то образом. Это его манера игры. Иногда вот она приносит пользу. В виде забитых мячей и побед команды фасада. Кутовый для белых. Пас. Центр. Друговоз. Есть удар. Ну, без проблем. Для Бойко, я думаю, таки, хоч пів дня. Он может отбивать удары. Иванович. Сдаётся сбить там атаки с фасаду. И сразу же перейти в контрнаступ. Чесюк. Не очень продуктивно. Розыграл Цибенко. Разганяет. Атаку Талалаев пробивал фланга. Удар не сдался. Снова Талалаев. Открывался дороговоз. Галкипер вынужден выйти первым. Ну, но, наконец, ничего такого особенного в этом эпизоде не отримали. Я бы отметил, что они достаточно долго контролируют мяч. И это тревожная знака, как на меня, для земляков. А вот это шанс для Павла. Взагалі, мав быть таким останним китайским предпочтением. Луик поддерживает Нацибенко. Знову Сергей с мячем перепасовывается. И что? Не, не вдаётся. Дотиснути цю атаку. С мячем снова дезинфасад. Борьба. Ну, а таки помилки не факт, что ещё раз пробачатимут. Полищук завантаживает подальше вперед. Ну, что цікаво, дуже часто в цьому сезоні доводится відігравати саме на позиції голлкіпера Олександра. И, конечно, для дезинфасаду это не максимально комфортный вариант. Хотя, доброе, что есть хоть как-то более-менее стабильность. Павлов, зачепившись за мяч, одразу же пробует разогнатися. Павлов, зачепитись не вдаётся. А как-то так зовсім безхарактерно на это выглядывало. Чесюк, просто обекрепляем. Чесюк, ну, в основном, кулик там переходит на выручку команде. Готовый для белых. И так всё идёт. Прокомендовался Полищук. Штомпель. Ну, так просто не пробьёшься. Менше с ним мясь залишается у белых. Поляк, поляк, поляк. Є удар и доводится Бойко наводступать. Гору таки врешні, что якийсь час Сергей роздумывал, а чи всё правильно я зробил в этом эпизоде. Может, было бы не чипать. Через центр, Цибенко, хороший пас. Ну, але передача. Зрештою до адеквата не дошла. Полищук закидає вперёд. Хорошая контратака від сумского земляства. И что, трішечки не вистачило. Тут таке вражение, что я Сергей сам не понимаю, а как так взагалі могло вийти. Здавалося б 100% момент забивать. Бородьба. Мяч у земля Київ. Пробитись не вдаётся. Будет невеличко у нас пас. Зрештою готовы продолжать игру. Китка, Полищук. Геть, непереконливо. И арбитер показывает на центр поля. Китка, рука, стоять за Супчук. Да, який приезжай. Это же не в твоём церкви. Да не приезжай, ты шукавший. Супчук, рука, стоять. Ну, зачем же ты тут дивишься? В нём же рука геть не приезжай. Ну, спірный эпизод. Але, мені здається, Супчук там не підігравав рукою собі. Саня, закані. Можа каблук. Заканя, дорогой. Ходи, ходи. Тише. Реально. Задись. Бить. Тут шумбора. Але, зрештою, ця атака завершується нічим. Кулык. Надійно контролюється і м'яч відпосылав назад. Пас назад. Пас назад. Таї пробують земляки зараз розігнати свою атаку. Не зовсім добре це спрацьовує. Менчастий м'яч залишається якраз у них. Цибенко. Дається, пробратися Сергію двічі поспільноють. Але от удара завершального немає. Виглядало, це дечим навіть і комічно. Каже, Сергій забув, навіть як і у футбол. Пограти. Цибенко перший на м'ячі. Притримує. Пробував Уланович там якось розігнати атаку. Але, зрештою, вона захлинулася. Друговоз. Притримує м'яч. Скидка. Штампель пробував там. Додай якось. Добратися. Не дуже добре це спрацювало, як бачимо. Цибенко. Додається зачепитися Штампелю. Є навіть удар, але до кіпера справа не дійшла, так би мовити. Осипчук притримує. Поречний пас. Друговоз перший на м'ячі. Друговоз перший на м'ячі. Трошки сумбуру. Зрештою з м'ячем дизайн-фасаду. Класно. Деться, брехтих. Непоганий удар від Улановича. Доводиться попрацювати. Добряче. Сьогодні бойко. Ну, втім, як і в попередній грі. Кутовий для дизайн-фасаду. Ну, Артур казав про те, що сумське землянство, наче у якості фавори, то підходить. А я би з ним посперечався. Мені здається, що на нинішню мить впевненіше якось виглядає саме дизайн-фасад. Простріл низом. Цепенко. Вдається розібратися, проходить на медалі. Вони тут дороговоз підчищає. Тримають м'ять зараз земляки. І от хороша нагода. Насправді забивати. Але повз ворота пробиває Уланович. Ну, якщо так далі справа піде, тут, звісно, важко буде. Та я думаю, і критично важливо, що заміна в них-то всього-навсього одна. І через це сил залишиться дуже мало наприкінці гри. Ну, але до неї треба ще дожити, так би мовити. Цепенко притримує м'яч, пробує пробратися далі. Дороговоз через центр. Дололаїв. Ну, зачепитись навряд чи вдасться. Дороговоз. Тололаїв одразу ж розганять на Цепенко. Хороша комбінація, але якось задовго наприкінці. Вирішили, мабуть, максимально надійно. Хоча це не так вже і ефективно, як ми бачили. Селюк одразу ж повертає м'яч. Цепенко той на Тололаїва, але от удара завершального немає. Для мене навіть невеличким сюрпризом стало те, що ми досі не бачимо забитих голів. Простріл, але не точно. Чистюк там вже готовий був підключитися, а раптом що. Ну, тут відверта брудна гора від Чистюка. Здається, пробратися. Пас назад. Цибенко. Перепрошую. Кулик, звісно, ширість це був. Друговоз. Через центр. Чистюк відпасовує назад одразу ж? Класна скидка. І от, хороша негода забувати. Щоправда, знову ж таки забарилися. Ну, я маю на увазі недостатньо трошки динамізму під час. Розігравши на останніх самих стадіях атак, тому що, бабуть, хочеться надійності. А надійність так швидко, не завжди виходить швидко. Кулик, хороший контруалі. Максимальний персинг зараз спробує ввімкнути дизайн-фасад, але це не де їм на користь. Толалаєв так хоробро пішов вперед і зачепився. Уланович. Згиняється. Удар вовзворот. Осипчук. Залишили на мить його взагалі без опіки. І, звісно, це принесло неприємні кілька секунд для Поліщука. Кулик. Притримай м'яч. Ну і у нас тайма. Потрібен певний час. Командуємо. На перепочинок. Є про що подумати однозначно. Ну, я би сказав, що поки не виглядають стомленими земляки. А от дизайн-фасад може так і не дотиснути виграшно для себе, ну або, принаймні, гідний для себе результат цієї гри, якщо так і піде надалі. Насправді чудо гоу просто козловець в прошлом турі забив і його, на мій взгляд, не хватає в цій встречі. Для того, щоб заіграв на цьому губі. І Дміти від самого початку. Дуже довго домовилися. Тобто поменятись. Ну, бо можливо. Робочий час. Гербітери сигналізують про те, що треба повертатися до гри. Чесно кажучи, наприкінці тайму якось почали сумбурити. Дизайн-фасад, десь не догравати в обороні. І, як на мене, все це дає ці козирі в руки саме сумському землясту. Щоправда, забити поки не вдалося якимось дивом. Тому що шанси були дуже і дуже хороші. У Тома, що Цибенко, як мінімум, дві дуже класні нагоди. Щоправда, з ударами щось не сказався. Як він сам сказав, розучився в футбол іграти. Кулик. П'ятіна отыграв, Цибенко, знову Кулик. Робітись не вдається. П'ятіна отыграв, знову Кулик. П'ятіна отыграв, знову Кулик. Хороший постріл і знову клопоти для Бойка. От у нього якраз досталь було роботи. А не сказати, що для Поліщука були нервові миті. Хороший удар вдається. В каркас попадає. І у нас в голову, друзі. Касання від вратаря було. І в цілі вона відкорректирує м'яч за преділи поля. Цибенко. Кидає вперед, ну не зовсім точно. І м'яч йде за меж і все. Поліщук повертатиме зараз його до гри. Часюк. Є удар. І ще один тайм-аут. Дві хвилини до завершення. Але поки що відпочивав. Ну і справді. Для зимського землянства це досить раціонально. Сили треба берегти на другий тайм. Ну та є про що і подумати. В цій під час цього перепочин. Зберігайте на сестра. Заді один. Заді один. Вандештань. Заді. 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 Ну що ж. Скажи, наш тайм-аут вичерпаний. І треба повертатися до гри. Заді. 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 Я это по-другому подумал. А что ты думал? Нет, так я думал, пасок был. Я сказал, что ли? Попадает. Да, ты сказал, что ли? Ой, что-то так. Я уже наперёд. Борис. Борис. Меня на свет! Девушки отдыхают. Да, это Димус. Здорово! Борис. Борис. Ладно, решай! Есть, сяк. Борис. Абсолютно. Стопы! Лешечка! Куча войны! Давайте 10-0, ребята! Валь! 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 Хорошо, шеф! Валь! Хорошо, шеф! Остановите, Дима, остановьте. Дима, закрыть. Бо! Еще 15, ребята! Прозвучал свисток и начался второй тайм. 20 минут впереди футбола, друзья, и у нас пока что 1-0. Асипчук забил на шестой минуте гол, и я думаю, что этот гол пока что диктует условия игры и сценарии этой встречи. Ну вот сейчас шанс у Олановича, дважды он пробивал, все эти два удара пришлись полностью Бойко Сергея. Есть попытка организовать атаку от дизайн-фасада, сильный удар от четвертого номера. Евгений Штомпель, просреживает Штомпель, но тут Нацибенко Бойко навешивает тут же Натала Лаева. Не идеально для себя, 23 номер обрабатывает данную передачу, Счастюк. На Драговоза, на Драговоз, на Олановича, и Александр Целев. На вынос, просто играть на вынос. Снова Щасюк, Оланович, Сцебенко борются. Наш. Ну, мяч мое належит самое дизайн-фасаду, скажи арбитер, проговоз, хороший задум. Ну, важко. Очень сложный по исполнению удар старался осуществить Николай Щесюк. Занадто, мабуть, условное себе життя тут на колах. Кулик. Придерживает мяч Александр Кулик. Сыграл на Селюка. Александр Нацибенко. Толаев. Притримаю мяч Артем. Схоже, в розумах, что же дальше делать. Зрештость берега для команды. Контроль. И это основное. Чесюк. Сильный удар удается сделать. Были сомнения у Бойко попробовать фиксировать или нет. Кулик. Александр может обыгрывать. Играет Сыбенко. Но комбинацию им не удается. Тут же контратака сейчас. И близкуча завершения на справу. Дороговоз Евгений. С передачи как раз таки Штомпеля, как я понимаю. Забивает гол и сравнивает таким образом. Что? 23 минуты и впереди самое интересное. Сыбенко. Ну что? Рахунок ревний. И насправді виглядает на то, что ох, какой непростой. Другой тайм будет для земляков. Мы увидим, что они на максимум используют свои ресурсы сейчас. Или берут все-таки силы. Адже прекрасно понимают, что после 30-ти или 35-ти может быть тяжелее. Удар. Ну приходится менять стиль игры. Сейчас больше атаковать. Сымчанам такой размеренный темп с экономным расходом энергии, я бы сказал. А тут за леда зараз не забывайте волы. Земляки на справде. Пусти, пусти, куда ты текаешься, я пусти меня. Сзади, сзади, сзади. Саня, один выше, сзади. Щисюк обыгрался с Бойко. Снова Щисюк. Выпускает дизайн фасад-мяч. Кулик на Цибенко. Очень достойно играет сегодня фасад-дизайн. Но вот сейчас шанс будет. Да, Бывзюк там хотел, как раз, по хитрому зберегти мяч. И, мабуть, в дарматах рисковал. Есть удар, Полищуков даётся впоратися. Забрасывает Александра на Щисюка. Кулик таким образом закрывает мяч. А вот дальше зачем? Бывзюк. Есть удар. Без проблем. Для Бойко Сергей Дранцович завантаживает вперед. Ну, очень оптимистично. Но вряд ли Цибенко туда остыг. Лево-право. Влево-право. Не, так как же. Бойко. Кулик на Цибенко. Пропускал даун. Но талаева там совершенно нет. И выглядит до того, что через сёрт неожиданно. Неожиданно, так говорит. Базар что имя? Чутибенко удар! Мы в защите отыграем или будем стоять? Ну, градус сегодняшней встречи у команды «Визайнфасад» на высоком уровне. Видно, что они пришли за победой. Делают все для этого. Вот удастся ли, конечно, сохранить какой-то успех. Не знаю. Мне кажется, все-таки сумчане контролируют. Отчасти ситуации. Но вот и смотать фасад их может. Так, и тому для меня особо главная интрига и поляга. Что же будет происходить в последние 5 минут? Цибенко! Есть удар, но как мы видим, не очень. Цибенко на Кулика. Александр снова на Цибенко пробрасывает. Сергей простреливал. Талалаев открывался. В который раз уже предлагается. Вот уже удар. За ним! За ним! За ним! Повторный не такой хороший был. А то Цибчука, который пока что единственный, кто забил за сумчан. Ну и там, на самом деле, таки суперечливый был момент. В любом случае, на повторе, можно будет лучше его видеть. Таймао, тем временем, достаточно ранний. Так, похоже, не подобается что-то дизайн фасаду в том, что происходит сегодня на поле. И как происходит. Таймао, тем временем. Таймао, три в два, ай! Питкают, раз уж попробуйте посрединать свою атаку. Не обыграл Бевзюк здесь Цибенко. Тут же начали контратаку сумчане. Вот Сергей удар, совершенно неточный. Ну, это злофтокарка. Это красный. Вот это с предсцелом, то, блядь, так на строке. Красный сбывай, а добрый. Это правильно. Но на солнце прикрывался. На солнце, да? Какие умыры. Теперь казак, что это вид солнца просто прокрывался. Хороший настроение, значит, еще силы есть. Раз есть силы шутить. Ланович. Дальний удар. Не идеальный удар. Бойка на Кулика. Вы классно вот эти пробратыся. Ну, а мы вот дали справа. Уже она и пришла. Главой для сумчан. Можно попробовать сейчас организовать свою какую-то важную атаку, которая принесет мяч забитый и позволит выйти вперед, поспокойнее играть. Хотя, ты знаешь, с спокойствием у сумчан сегодня все хорошо, а счет-то 1-1. Неправильный ввод аут, а и Талалаев будет уже разыгрывать еще один раз. Осипчук. Талалаев, ударная позиция. Молодец. Тут Полищук. Вот так нести ответственность всей команды в такие моменты, если ты не вратарь, а больше как полевой. Ну, уже, по-моему, уровень определенный набирает. Александр там. Я думаю, что и от начала, в принципе, он уже не поганый. Удар. А чему ж Павлов не отпасовывал? Исправді, якась. Затиза. Могли насправді зараз захопити инициативу. Дизайн. Глонович. На дороговоза. Право на. Право на. Какой же хороший на исполнение удар делал. Ну, вот пришлось подтянуться. Застыл немножко у ближней станги там Бойко Сергея. И угловой для дизайн-фасада. Ты показывал рукой-то, я не даю тебе. Все, вставай, вставай. Да, да, да. Все, я вдвоем. Селюка, да, через центр. Холик пробрасывает, идет в обыгрыш. Снова возвращается на Селюка. Хороший пострел, но Полищук впорався. Себенко, первый на подборе, пробует переграти. Друговоза, как бачимо, с техникою у Евгена все в порядке. Ну и вот где гол. И забивает у нас. А кто забил у нас? Осипчук, изначается. Породашки, бачка. Забивает у нас Осипчук еще один гол. И дороговоз получает желтую карточку. Уверен в своем решении судья. И по всей видимости не нужно останавливаться как раз. А считая, что где-то допустил ошибку судья. Совершенно неприятно пропускает мяч. И совсем не обовязково, мяко кашеч. На самом деле это даёт шансы Семскому завлядству набагато комфортнейше провести последние хвилины этой игры. Тибенко, через центр на Кулика. Верта поручила. Пять. 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 Все, дома. Креативный розыгрыш, который не удаётся сейчас Асумчанам. Ещё один мяч, Вициник просто, как на лейте, забывает, уцелю. Да, с передачи Кулика, и такое впечатление, что знал, что пройдёт такая передача. После ему дали развернуться, замахнуться и с носка пробить. Ну и как результат ещё один пропущенный дизайн фасада. Снова Селёк. Развиняется, кто будет убраться на Вязан, Штампель ему боротьбу. Сберегаем мяч, но, зрештою, другим темпом доводится дизайн фасада развиваться в атаку. Какой прекрасный мяч у нас забивает дороговоз Евгений. Просто чем-то похож на удар шкафара Максима с прошлого тура. Я думаю, что можно рассматривать, как кандидат на попадание в топ. Штампель отдал голевую передачу. Цибенко. Целюк. Сыграл на Кулика. Вот сейчас будет на сохранение ещё это в любом случае действовать сумчане. И вот ожидал там Цибенко подключение. Осталось, я бы трошки просил уже дизайн фасад, але оцей Волк оживил в интригу максимально. Щасюка протримает. Друговоз. Сыграл на Щасюка. Ну решили бить издали, а почему нет? Если это работает и приносит пользу. Кулик. Хороший проброс. Сразу же часто из глубины позволяет себе вот так выйти вперёд. Ну вот удар. Получился такой. Вроде как на технику, но точности здесь не хватило. Что он пелет играл на Бевзюка, Бевзюк. Ну он пожвавил. Это правда били после этого мяча Евгена. Что ты делаешь? Что ты рассказываешь? Я, блядь, ему не надо. Что ты хочешь рассказать? Пацаны. 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 Единственная поведенка. И арбитры. Змушены гасить эту пожежу. Все, все, парни. Пацаны. Пацаны. Ну и есть, какие-то незадоволения одинаковые. Руки. Пацаны. Все. Какие парни? Бойко, целлюк на Кулика. Завершается все-таки у сыних. Бойко, целлюк на Сипчук. Назад, Бойко. За Ледвина, за ЧП их за мяч. Кулик, навешивал на Цибенко. Вот таким образом к Цибенко Сергею мяч попадает и с разворота пробивал Сергей. Бевзюк. Замонтаживает туда, куда подальше вперед. Никто не будет выходить на передачу. Но нет еще очень классного понимания Михаила с партнерами. Но это, я думаю, прийдет с часу. Полищук. Бевзюк. Дармат, мабуть, перехопливал этот пас. Кулик. Пробирается дальше Уланович. Чисюк. Отыграл на Улановича. Уланович на Бевзюка. Можно сыграть на Штомбеля. Штомбель. Красиво раскатывали сейчас дизайн фасад. Но вот креатива в конце немного, как по мне, не хватило. Правда, снова завладели мячом. Соперник сам отдал им. Продолжают тиснуть. Но нет. Эта обрезка. Все может зипсовать. Сепчук. Прямолинейно. Но немного перетерпал мяч. Забарился с ударом. Я бы даже так сказал. Шысюк. Вланович. На Шысюка. Штомбель. Снова Шысюк. Знайшов якийсь простір для удару. Але, ну, зовсім. Менше з тим, це кутовий. Для фасаду, думаю, от у нас зараз починається саме найцікавіше. Ты про интригу? И про интригу, и про якийсь футбол, и про темп, який виросте однозначно. Зараз. Друговоз. Борис. Вланович на полища Калександр подключается к этому моменту, не стесняясь, если пробовал головой переводить, на самом деле не получалось, на мой взгляд, у него это сделать идеально. Томпель все прочитал тут, а просили сейчас физически, по-моему, сумчане. У них одна замена всего лишь. Грозный, прямой мяч. Такая, немножко брудновато. Бородьба за богопоков, но арбитеры дают играть и далее. Друговоз навешивает наш Томпеля. Точный навес и удается приложиться с лету. Понервничает, уж точно заставляет. Клик. Грозный, что передачу, но дизайн фасаду дается перехопить мяч. Штомпель, невдалий пас, чипетись не дается. Клик. Попробовал взорваться там, а восьмой номер сумчан принесло это. Особая польза, Уланович видит открывающегося драговоза. Цибенко. Драговоз. Вот он первый момент, когда можно забивать. Андрюха, сын. Чипитись и даже пробить Луновичу, но это недостатньо точно. Мне кажется, что уже начали спешить дизайн фасад, и это не всегда идет им на пользу. Толулаев притримает. Хорошая скидка, но далее справа не пошла, и тут может контратаку разогнать. Дизайн фасад. Счастье, ок, ну еще запас. Бойко играет в разрезе на Павлова. Вадим старался переправить в сторону ворот. Максимально заточено на то, чтобы забить сегодня, сейчас сравнять счет. Бойко сбросил на Толалаева. Обрабатывать мяч в среднем номер не смог, там участвовал в этом. Олег Бойко. Кулик. Пробивал Цибенко Сергея, Полищук сблокировал удар. Опасно для Бойко сейчас. Вот он звоночек, и борьба Павлова, которая приносит определенный результат. Отбор состоялся, друзья. Все, где-то, чипаетесь удар. Тут уже не шкодуют, я не себе, они суперники в дизайн фасад, но и часто тут остается очень-очень мало. Только просто помыляется. Деще сдавался в простые ситуации. Классная комбинация, удается. Как будто играючись выглядела это сейчас от Сумчана, но вот как раз такой футбол стараются они всегда показывать. Это Лалаев голевая передача на Цибенко. И Сергей снова помогает своей команде оторваться в два мяча в этой встрече. Ну и мне кажется, это такая финальная крапка, где в чему. У доли трехочек. Хотя рахунок еще целиком может изменитись. Бойка бросил на Цибенко, Цибенко точно сбрасывает на Кулика. Александр снова на Сергея возвращает. И вроде бы идеально разыгрывали, но удар слабоват был. Ну это шею лучше в стик. Друговоз. Протремаем мяч. Бойка. Полищук. Тридцать секунд до завершения и ясна речи. У нас тридцать совсем аж суете. Без фасада. Цибенко навешивает. Осипчук старался обработать данную передачу. Не получилось. На считанные секунды остается всего 12. И есть для реализации этого момента. Щасюк играет на Бевзюка. Бевзюк. Мы изусим. Мы сграбный пас. Яч и Дэза. Межиполе. Изучит финальный свисток. 4-2. Выигрывает сумское землячество, с чем их и поздравляем.